Девушки отдыхают Сегодня в студии говорит Украина. Татьяна впервые увидит тех людей, которые могут кардинально изменить ее жизнь. Но станет ли Татьяна после этой встречи по-настоящему счастливой? Это говорит Украина здесь, на телеканале Украина. Тема нашей сегодняшней программы «Мне 50 и мне нужна мама». Здравствуйте, я Алексей Сухар. Итак, эта женщина обратилась к нам за помощью в поисках своих самых близких людей. Давайте же поддержим и поприветствуем Татьяну. Татьяна, но почему вы обратились за помощью именно к нам? Ну, я открыла интернет, была в интернеті, как раз висвятилася говорить Украина. Я сколько раз смотрю передачу эту. Сегодня вас ждет много сюрпризов. Вы готовы к ним? Ну, постараюсь. Вы готовы? Внимание на экране. Тетяне Бучковський, 51 рік. Разом із чоловіком вона живе у Вознесенському районі Миколаївської області. Своє життя Тетяна називає непростим. Жінка пережила болюче перше розлучення. Аби поставити на ноги двох синів, мусила працювати на трех роботах. На каждый завод надо было виспевать на 7 часов. От делала смену. Приезжаю, бегом в садик забираю, бегом домой бегала. То городи, по пять городов было у меня. То с детьми, а потом вечером сидела, шила. Але навіть, коли хотілося вовком вити звідчою бессилля, Тетяне не було кому поскаржитися. Бо жінка навіть не уявляє, де, а головне, хто її батьки. Тетяна, как так получилось, что вы не знаете своих родителей? Ну, я в детдоме жила. Потом нас забрали в інтернат. А в каком возрасте вы попали в детдом? Попала в 5 лет. А где это было, в каком городе? В Кировограде. Вы помните из своего детства только детдом-интернат? Нет, я только помню. В детстве, как мне в три года делали операцию. И все. Детский дом помню. А родители, так, як написано в документі моем, що мати ходила до мене рік. Сдала мене і рік ходила ще навіщала. Вы не помните цих встреч? Там написано в документі, що навіщала і працювала водителем тролейбуса. І все. За батька нічого не було. А коли прийшло осознання, що вас збросили родители? Ну, як почали вже в школі вчити, почали до дітей приходити, забирати. На вихідні? Так. Думала, ну чого мене ніхто не цей. Ну, я так думала, що так, може, треба було. А як ви себе представляли маму? Наверняка, а ведь она приходила к вам в ваших мечтах. Ну, приходила, коли спала я, допустим, в веснах. Пам'ятаю, що я так до неї побігла і все. Ви просто біжали навстрічу к ней? А так, хотілося б побачити. Представлялося вже, як маму, як всіх мам приходять. Ну, так, що ж все. Тетяна, а в які моменти тоді в дітті вам не вистачало мамы? Коли біжали, тому що було біди скільки. Часто біжали? Коли приходили, що діти приходять, то конфетки там, то она ж ж... Ми робили, заробляли собі на конфетки. Що ви робили? К яким образом ви заробляли? У нас був в інтернаті сад, місто, збирали яблоко і заробляли собі на якісь там денежки. Ви не такі люди, котрим ви могли прийти і поплакатися, як обычно делает ребенок, коли приходить к маме? О чому-то посоветовуватися, пожаловуватися? Не, у мене не було, моя тетя була. І тетя? Ну її нема вже. Она хотіла мене удочерити. Тетя Паша. Я цей Захарова тетя Паша. Она хотіла мене удочерити, але не позволяв возрасту. Скільки їй було леду вже тоді? 60-ть ще мов було. Гдесь так. Вона вас воспринимала як дочку? Так. Я до неї ходила і коз послала, бо в неї кози були. Помогали? Да, помагала і по хозяйству. Скільки інтернатов, дітдомів ви за це время поменяли в діття? Ну що, була в дітському дому спочатку, а потім інтернат. В четвертому класі заболіла. У мене рематизм був. І перевели мене в другий інтернат. І все. Скажіть, Татьяна, а якій була життя в цих інтернатах? Ви вже сказали о тому, що все-таки обіжали вас там? В другому інтернаті. Там просто я була новенька. І там хлопці в нас такі були. А треба було підчинятися. А я не підчинялася. І в той разу побігли за мною. І все. Ну, я дала здачу, після того не обіжалися. Ви їх побіли? Не біли. Здачу дала просто. Ми проделали огромну роботу, і сьогодні вас ждет багато сюрпризів. Але давайте начнем з небольшого. Давайте. Внимання на екран. Це моя школа. Уже бачу. Спальний корпус, це учебний корпус. Це ваша школа? Спальний корпус і учебний. Це Олександрівська. Це друга школа моя. Ви так стали улыбаться, коли смотрели ці кадри? Детство, все. Вспомнила. Коли ви там були в останній раз? В останній раз? Весь, щас скажу, рік назад. Коли ви зашли туди спустя багато років, що ви почувували? Ну, звісно. Хочеться всіх поучити. Біг, сміг, учителів, хотілося побачити. У нас ведь є фотографії ваших учителей. Давайте посмотрим. Будьте добры, внимание на екран. Смотрите. Ви знаєте цих людей? Да. Валя, втора. Валя, моя подружка. Вторая сліва. Да. Я пам'ятаю, дурачились на уроці. Дурачились? Каким образом? То сміялися, то клички у каждого були. Да? І які клички були у учителей? Олена Йосиповна, Швана Ліська, то ми казали Оленька зміючка. Зміючка? Почему зміючка? Ну так просто у каждого своєму. Но, наверняка, ведь ви розспрашивали у своїх учителей о своїх родителях. Возможно, вони ведь что-то знали. Не. Там не знаю. Оце що по документам, оце що є документ, це свидетельство. І все. Ніхто не знає. А коли ви вперві взяли свидетельство, кстати, о рождении і узнали, як звуть ваших родителів? У п'ятому класі. Мені свидетельство показали. То є це діде-то лет 11, наверное, значит, получается, да? Да. А у вас сьогодні з собі це свидетельство? О рождении, да. Давайте зачитаємо, як звуть маму. Отца. Отца звуть Олександр Васильович, так? Да. А маму Валентина... Валентина Трохємівна. То є в 11 років, в п'ятому класі, ви впервые узнали, як звуть ваших родителів? Так, так, так. Тетяна, а ви, віде, прийшли сьогодні к нам на програму, для того, щоб попытаться найти маму і услышати відповідь. Тетяна, вона відповіла мене. Це для вас важливо зараз? Да. Чому? Хочеться бать мати маму, матір, хотілося ласку. Хочеться, щоб діти знали, що я була така ненужна їй. Именно в той період, коли вона мені ненужна була. Сьогодні наша главна героиня обязательно узнає, почему мама її бросила. Але захочет ли Тетяна после цього обняти? Мать, родную мать. Тяжело, конечно. Я не можу найти оправдання женщинам, которые бросають дітей. Ну не можу і все. Це буде абсолютно чужа людина. І нічого не видаєте. Скажіть, Тетяна, ви знали імя, фамилию мамы, ви знали, як звати вашого отця, але все эти долгі-долгі годи ви не пытались їх отискати? Почему? У мене не було як. У мене можливостей не було. У мене були діти, двоє дітей, робота. Та й чоловік не давав, не пускав нікуди. Та й чоловік не давав. Він казав, ну тобі на те, що ти починаєш, це гроші, це дорога, це далеко, а дітей на кого ставиш, і все. Це ради дітей сиділа з дітьми все время. Тобто він вас не підтримував в цьому стремлі знайти папу і маму. А як він взагалі к вам відносився? Пив. Пив? Пив, бив, бив. Бив, бив. Бив? Бив. Долго це продовжувалося? Ну, продовжувалося, це роки 16-17. 16-17 лет ви терпели вот ці вот уніження? А ваш му з інтерната? Ні, у нього була тільки мама. Ви жалувались їй, вона защищала вас, вставала на вашу сторону? Вона казала, що як це так, що терпи, чоловік, ну, батько должен з дітьми бути. І все. Терпи, нікому не кажи. Ви залишили його? Так. Я подала на розвод і розвели нас. Маличинка, що знайшли силу собі. Ви залишли одна з двома сынов'ями? Так. Мені старший вже вчитився в училищі, а менший ще входити в школу. Але, тим не мене, вам все ровно було, очевидно, доволі тяжело, трудно? Тяжело було, але вийшло так, що поїхала на заробітки в Одесу. І трошки поробила там, підзаробила гроші, купила квартиру. І тоді забрала маму. Далі ви узнаєте, де все це время була мама Татьяна і думала ли она о своїй родній дочери. А прямо сейчас ви увидите людей, які дали Татьяне реальний шанс в 50 років знайти отца і маму. Встречайте, пожалуй, александру і Светлану. У мене з'явилася надежда, що вона зможе когось з кем-то з близьких, навіть, яких вона ніколи не бачила, обрісти їх заново, щоб зрозуміти, що вона комусь потрібна. Внимание на екрані. Олександру Олександру бачив, як мамі не вистачало рідної людини поруч. Тому одного дня вирішив, треба діяти. І ви подарили мамі... Подавил комп'ютер. Комп'ютер? Да. І, наверное, все-таки научили пользоваться її хоча б соціальними сетями. Или сама Татьяна це все зробила? Не, объясняли по телефону сначала. Коли там Саша на роботі, у нас звони до мене, ой, я не знаю, що мені робити, куди мені нажати, що мені зробити. Все завісло, все пропало. Все завісло. Іногда навіть казала, я його викину через вікно. Ну, часто звонила в паніки в такій? Да. Да. Могла раз в п'ять-десять позвонити за нею, щоб спитатися, що її робити, куди нажати. Ну, вийшло. Ви удивились, коли мама попросилася к вам в друзі? Конечно. Татьяна, це було тяжело освоити комп'ютер. То, да. Півроку тільки пройшло. Полгода пройшло, але ви вже добавились к сыну в друзі. Це вже багато. Правильно я понимаю, що це був подарок на ваш юбилей? Да. На 50-леті. На 50-леті. Два сіна зложилися, і чоловік, і подарував мене комп'ютер. З інтернетом. І так, мечту найти родителей Татьяне допомогли реалізувати деті і нынешній мусь. Але півроку півроку принесли нашей главной героине пока только разочарование. И кого она нашла после 30 лет поисков. Ну кто это? Откройте секрет. Ну если я признаюсь, вы нас лекаете. Нам этот ребенок не нужен. Но ей, наверное, вы спасете жизнь. Вы готовы прямо сейчас ехать? Саша, скажите, пожалуйста, а что мама рассказывала о своих родителях? Вообще часто ли она говорила вам о них? Ну чаще всего было, когда я тяжело. Что мама рассказывала? Ну она говорила, что если бы знала бы я свою маму, я бы собрал бы тебя и твоего брата Ваню, забрал бы и уехал бы к ней. Чтобы я не мучилась, этого всего не видела. У меня нет возможности уехать. Давай, может как-то перейдет, может ему все будет нормально. То есть будет легче нам. Ну у нас много ситуаций было тяжелых. Это было в то время, когда папа... Когда выпивал, то он да, он как бы себя не сдерживал, он пил просто... Это правда, что он убил маму? Бил, ну... Вы видели это сами? То есть видел, он был пьяный, мы ложимся спать, а он к нам, то есть нас просто убивать. То есть она забирала нас, и мы сидели на улице, пока он не уснул, мы ждали, то есть... Часто такое было? Ну, бывало, ну не так часто, что аж каждый день, ну, там, бывало раз, там, в три дня такой, то есть как на работе, знаете, шоу, как праздник, так и пьянка. Скажите, пожалуйста, Саша, а в какие моменты вам не хватало бабушки, дедушки? Знаете, воспитание бабушки в селе, это, вы знаете, это... В селе это не воспитание бабушки. Я думаю, может была бы другая бабушка, я бы к ней поехал бы. Может было бы педагогом было, или что-то еще, что она меньше занята, и хозяйством больше занята было бы внуками, с таким общением насчет жизни. Вам этого не хватало? Конечно, я много чего из-за этого у меня... Пошла жизнь, то есть, совсем по другому пути. То есть, я... Я испортил все больше свою жизнь, вот и все. Но... Бабушка по маминой линии, она ведь бросила вашу маму? Ну, бросила, знаете... Может быть, тяжело ей было, поэтому она так, что оставила маму, ну, не могла, то есть... Вы пытаетесь ее понять? Конечно. Сейчас я понимаю, это прекрасно очень, как она... Потому что сам живу. То есть, и... Бывают моменты, что очень тяжело, то есть, что... Смотришь на ребенка и думаешь, что зачем будет ребенок со мной мучиться жить в таких, что... Ну, просто ужасных условиях. Пусть лучше с детьми в тепле, и видит, что дети как шутят. Но вы хотели бы познакомить ее со своими детьми? Я, конечно, хотел бы. Давайте-ка обратим сейчас внимание на экран. Слушай, ну, как вы думаете, найдем ли мы сегодня вашу бабушку? Ну, будем надеяться. Будем. Вы обязательно узнаете, увидит ли сегодня Александр свою бабушку и познакомит ли он с ней своих детей. Уважаемые эксперты, ну, послушайте, нужно ли на самом деле в 50 лет, когда есть уже своя семья, прошить прошлое, искать правду? Маш. Ну, мне кажется, что здесь как раз возраст совершенно не имеет никакого значения. Ты всегда остаешься ребенком в душе, и тебе всегда хочется прижаться к маме. Я с Сашей немножко не согласна. Я не могу найти оправдания женщинам, которые бросают детей. Ну, не могу, и все. Я прям вижу, как сейчас возле экранов много женщин, у которых сложности с делами, с деньгами. Мужья такие сволочи бьют их. И все, вот, всегда можно найти себе оправдание. Ну, вот, Саша, у вас двое маленьких детей. Вот вы можете себе представить, что вот вы их оставите. Вот вашу девочку красивую и этого карапуза. Да я на полу буду спать. Не знаю, землю жрать. Ну, и чтобы я... И вот так вот их держать, чтобы никому... Я не могу найти оправдание этим женщинам. Не могу. А, знаете, я вот хочу сказать, что я полностью, возможно, погружусь с вами, но если мы не будем находить оправдание и будем себе ятрить эту рану, то ничего не выйдет. И вот Тетяна, сейчас она только начинает жить. Потому что все, что произошло, самое страшное, оно уже прошло. У вас было и насилие, у вас был интернат. Вы молодчинка, вы смогли вырвать из этого, так? Но для того, чтобы жизнь вернулась в всей красе до вас, вам нужно завершение. И вы не рассматривали, как и ваш сын, то вариант, что когда вы увидите, возможно, встретитесь, это будет абсолютно чужая людина. И ничего не выйдет. Это, возможно, и не будет вот эта черная палочка, которая сделает ваше життя прекрасным. Треба до этого готовым быть. Но в любом случае было бы непогано, чтобы вы встретились, чтобы уже дочку поставили. Побачили все это, завершили это життя и начали новое, чудовое життя, потому что для этого у вас все есть. Простите свою маму за то, что она 50 лет назад ее бросила. Оставьте, пожалуйста, свое мнение на нашем сайте в интернете. Его адрес сейчас на вашем экране. Если вы кого-то ищите, вы тоже обращайтесь к нам на программу. Пишите на наш сайт. Мы все это читаем. Спасибо. Вы знаете, Алексей, я, Декортиз, слава богу, у меня есть песня о родителе. Я бы хотел сказать одним четверостишим, что родители, вы лучшие на свете. Вы до сих пор заботитесь о нас. Мы знаем, что для вас всегда мы дети. И вам не важно, сколько нам сейчас. Спасибо. И это яркий пример. Итак, наша главная героиня, Татьяна, действительно решилась. Решилась на поиски своей родной мамы, которую не видела в 50 лет. Как наша героиня искала свою родную маму? И где все это время был ее родной отец? А прямо сейчас, пожалуйста, не пропустите, как в поисках мамы наша героиня нашла сестру. У нас была старшая подружка, но мы с ней сестра всегда говорили. А где же вы ее нашли? Я вам сейчас скажу. Мы по интернету кинули на сайт, на школу-интернат. Мы расшукываем таких, 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 и это. Я нашла там подругу сестру. И она позвонила мне, и мы начали, это с ней, и в ней тоже есть страничка. Ее Светлана зовут? Да. Сколько лет вы ее не видели? 32. 32 года вы не видели свою сестру, после того, как вы вышли из интерната? Ну, это нередно, это в интернате, мы знаем, друзья. Ну, то есть она стала вам сестрой, вот фактически сестрой тогда в интернате? Да. Приезжай до меня на день рождения. Как раз берутся уси, скажу. Она приехала на день рождения? Так. Ее встретили на остановке, и она выходит из маршрутки, выходит, мы такие, начали, как плакали. Прям ревельфи, Ольга. Вы узнали ее? Мы просто уже ждали цю встречу, и уже она выходит, то я уже знала, что это она уже. Так, поменялись, а она поменялась, так, я трохи. Ну, любого осталось. Дружба. Давайте-ка посмотрим. У нас же есть фотография вашей тогда первой встречи. Все в школе. Это школьная фотография. Ой, все. Это вот вы уже встретились. Да, да, да. В беседке у вас. В беседке у вас. Так, а беседка у вас милая, кстати. Да. Вы 32 года не виделись. Вы говорили днями и ночами. До трех часов ночи говорили. Созваниваетесь теперь часто? Да, два раза в неделю у нас, это бывает, что и по часу говорим. Ну, это по телефону. У вас что, безлимитка? Да. Можно разориться. Послушайте, вот он первый успех нашей главной героини. Вы нашли свою лучшую подругу, которая действительно стала для вас самой настоящей сестрой. У вас появилась после этого уверенность, что вы и маму найдете? Да. Только, только жива, или нет. Как я уже, мы знаем, решили, ну, что уже компьютер есть, уже у меня есть все данные, говорю, теперь давай будем шукать, говорю. Как вы начали искать? Мы зашли в группу в одну поиск, и там мне зашли, написали свою ютю, и люди начали вставить окей, ну, там, где вот. Лайки. Да. Лайки. Начали распространять. Да, там уже начали распространять. Вы написали, что ищете свою маму? Да, написала, что ищу маму такую-то, такую-то, папу такого-то, такого-то. И мне женщина написала, что мать живет в Кировограде. Адрес все написала. Подождите-ка, она, эта женщина, сообщила вам конкретный адрес даже? И что вы стали делать? Я потом села и поехала в Кировоград. По этому адресу? По дам, где мать моя проживает. По компьютеру начала, чем туда доехать. Карты все, нашла. Ой, слушайте, вы такая следопыт, оказывается. С картами. Приехала туда, в той дом, где она живет. Начала шукать. Там подъезды трошки. Не могу никак зайти туда. Взяла, набрала номер, а вона поднимает трубку. А я говорю, вы такая-то, такая-то, такая-то. Вона говорит, да. Кажут, можно с вами поговорить? Вона говорит, можно. И вышли. Я говорю, вы понимаете, вас расшукует дочка. Но я не сказала, что я дочка. То есть вы не признались? Нет. А почему вы не признались? Потому что думаю, если я признаюсь, она взлякается. Думаю, и сразу начнешь что-то там. Да. Я ей говорю, вас расшукует дочка. А вона говорит, я не могла выносить детей. Я говорю, ну ваша фамилия такая-то, такая-то. У нее есть свидетельство. А вы поверили этой женщине? Нет, я дальше ей пыталась. А сколько вам роков? Ну, чтобы вы же обсуждали. Она говорит, мне 72. Ну, посчитала. Совпадает. Да, думаю, 22 роков. А я ей говорю, а вашей дочке, я говорю, 50. Я говорю, она вас расшукует. То есть вы настаивали? Да. А она что? А вона, а вона, каже, нет, я не могла родить, не могла выносить. Еще раз мне каже. А я ей говорю, а как вашего человека звать? А вона каже, Володя. А я говорю, а первый человек? Она каже, у меня не было больше. Я только один, у меня и все. У меня больше другого человека не было. Ну, я говорю, не было, значит, все. Спасибо. Чем закончили? И вы уехали. А там не было ничего. Вона даже не спросила, ни документы. На дворе меня, ну, даже не пригласила, не показала. Дай мне свои документы. Это ничего она не просила. Она даже не спросила, и ни глазом не моргнула. Когда вы возвращались на станцию, на электричку, с каким настроением вы шли? Плохо. Думаю, все равно я попробую расшукать свою мать. Даже если, все равно я хочу узнать, что она так отказалась. То есть вы не отказались от этой идеи все-таки найти свою маму? Вы приехали к нам с надеждой... Расшукать. Да, найти маму. И мы постарались сделать все возможное. Все, что в наших силах, чтобы найти ответы на эти вопросы, которые вас интересуют уже много-много лет. Давайте сейчас посмотрим, как мы искали вашу маму. Внимание на экран. Валентина Степановна. Вас беспокоит проект «Говорит Украина». А вы когда-нибудь проживали в городе Кировограде, скажите, пожалуйста. Але ж одна из пяти никогда не жила в Кировограде, где Тетяну залишила мати. Нет, нет, все, ничего, извините, пожалуйста. Наступное место пошуку – тролейбусное депо, адже Тетяне казали, что ее мать была водителем тролейбуса. Розыскиваем вашу бывшую сотрудницу, которую зовут Стерничук Валентина Трофимовна. Скажите, пожалуйста, работала ли у вас такая? Ну, где-то ориентировочно около сорока лет назад, может, даже больше. Чи памятает тут кто-то ту женку? И чи знают, чому вона півстолеття тому покинула свою доньку? У нас в студии журналистка, говорит, Украина, которая занималась поисками вашей мамы. Вик, так что рассказали в троллейбусном депо? Дело в том, что как раз основная сложность была в том, что человек работал сорока, может, даже больше лет тому назад. И, к сожалению, никаких данных у них не осталось. Ни коллег, уже полностью поменялся состав сотрудников. Более того, мы узнали позднее, что, оказывается, в самом депо она не работала. Она работала там диспетчером, она выдавала там путевки. То есть она не была на водителе троллейбуса никогда? Получается, что ни в телефонном справочнике, ни в троллейбусном депо женщины по имени Валентина по фамилии Стреничук не оказалось. Но ведь у нас была еще одна зацепка. И об этом вы, конечно, узнаете, но чуть позже. Татьяна. Татьяна, ну мы обещали вам много сюрпризов сегодня. Да. И мы нашли женщину, которая знает о вас практически все. Она долгие годы старалась не упускать вас из виду. И сегодня эта женщина проделала довольно долгий, тяжелый путь, чтобы уже через несколько секунд встретиться с вами здесь, в этой студии. Вы готовы увидеть этого человека? Выходите, пожалуйста, к нам. Выходите. Ой, – это очень сломан. Ой, – область… Я вообще не понял. Это очень сломалось. – Хорошо. Таня, ну открой, кому вы так обрадовались? Кто эта женщина? Валюха. Валюха? Это Валюха. Подружка. Да. Я вместе с ней училась в одном интернете. Но я меньше за ней на год. Мы вместе с ней дружили. У нее еще есть подруга Ира. Одноклассница. На выходные дети ездили до родителей. А мы остались. Або я ездила. У меня мама есть. Я ездила домой. А потом приезжали. И весь час, кто не мог там, у кого далеко, кто не мог поехать домой, мы привозили из дома что-то добренькое, делились. Ну я Танюха с Ирой была, ну така, она старшая. По-перше, у меня брат. Мне, может, хотелось, чи сестры, чи что. И вот они меня так заменяли. Ой, ну поплачьте. А мы пока внимательно на экран. Вашу историю, Валентина, посмотрим. Цей альбом 50-ричная Валентина Лорчак береже, как зенитю ока. В ньому найдорожче, что она имеет. Спогади про юность. В 10-м классе закинчила школу, і залишились фотографии після школи, і одразу понаклеивала, щоб залишилась память. Найбільше в альбомі знімків Тетяни Бучковської. Та після школи приятельки втратили зв'язок. Валентина вийшла заміж, народила двох дітей. Працювала у школі та дитячому садку. Втім, про Тетяну не забувала ніколи. Того дня, заходячи на свою сторінку в соцмережі, Валентина й не сподівалася, що на неї чекає повідомлення з минулого. Тетяна теж сказала, ой, сразу же. Тобто ви совсем не змінилися, що ли? Ну, помінялися щось. Щас ми посмотрим, як ви змінились. Внимання на екран. Ой, Боже ж мій. Значит, де, хто? Давайте. Я внизу сиджу. Справа? Справа, да. А Таня? Матюною, великою. Як сестра поруч. Слушайте, ну ви действительно с тих пор не змінились. Звичайно. Мне кажется, такі ж хохотушки і такі ж сентиментальні. Чуть що, зразу плакать. Да. Через то, може, ми і дружили. Тому що сподіваюся характеру. Валентина, ну ви, по суті, приїхали не тільки повідомленняся спустя 32 роки, але і підтримувати свою подругу. Звичайно, звичайно. Попережувати за нею. І щоб в неї все склалося життя. І щоб їй дітки радували. І щоб її оці мрії, про яке вона завжди все життя мріяла, про свою маму, щоб вона знайшлася і мама, і тато. Ну, а як? Як вийде? Як вийде? Хочуть, чуть-чуть. Уже їй ніякої підтримки, я думаю, допомоги, їй вже від батьків не треба. Просто, може, їм допомогти, батькам. Може, вони нуждаються. Допомогу. Вона зразу вам стала писати об цій своїй ідеї «обязательно знайти маму»? Ну, не відразу вона стала, але, мабуть, воно так з часом накопичувалося більше. І от дійшов той момент, коли вже... Вона вам призналась? Да. Що вона вам тогда написала? Що вона вам сказала? Що хочу, хочу найти, і буду шукати, і знайду. І так, Татьяна через 50 років патається знайти свою родную маму, которая когда-то очень-очень давно оставила її в детдоме. Да я на полу буду спать, землю жрать, і вот так вот їх держати, щоб никому я не можу найти оправдання цим женщинам. Наша главная героиня нашла двух своих подруг. О ней не виделись більше 30 років. Хочу, хочу найти, і буду шукати, і знайду. Але найти маму Татьяне так і не вдалося. І, к сожалению, никаких данных у них не осталось. А як таке може бути? Че я була така ненужна, коли вона не можна. Где ж она була все це время? І хто та жінчина, которая в поисках мамы нашла нашу героиню? Так, ми, зная, як сильно Татьяна мечтает встретиться со своей родной мамой, решили не расслабляться. Ми подняли на уши все ЗАГСи і все ЖЭКи в городі. І поскольку фамилия, указанная в свидетельстві о рожденні Татьяны, нам фактически нічого не дала, ми решили вияснить девич'ю фамилию Татьяниной мамы. Вик, расскажіть, як це вдалося? Ми з'явилися в госструктуру, ми не можемо називати конкретно, тому що люди просто пошли нам навстречу, насправді вони не мають права цього робити. Але ми так просили, вони услышали исторю Татьяны, прониклись дуже, і чисто по-человечески нам решили помочь. І в девич'ї вашу маму звали Валентина Дырда. Вот така фамилия, Дырда. Дырда? Дырда, да. І вот благодаря цьому ми змогли узнать адрес, по якому була Валентина Дырда зарегистрирована. І вот давайте щас посмотрим, обрати увагу на екран, що це за адрес, хто там жил. І саме головне, відкрила ли в цьому домі двері мама Татьяны? Будьте добры. А ми іщем періолог іниціативний 10А. Ви не скажіть, де нам такий натих? А ви не знаєте, Валентина Стернечук жила тут, в неї прізвище, а в девочості вона була Дырда. Не знаю. Такого я не знаю. Переолог ініціативний оце. Нам потрібно саме 10А, квартира 11. От не можемо саме цей номер знайти. Ну 10, все рядом. А 10А? Ну я не знаю такої людини тут. Ни в девочістві, ні, ни зараз. Ну вот 10 є. А 10, один нету такого, я не знаю. Вік. Да. Как оказалось, адрес существует. Там вот переулок іниціативний был, а дома такого нет. А как такое может быть? Понятия не маємо. Как вообще так получилось, что человек зарегистрирован, адрес есть, но на деле ни из соседей никто не знает. Ну, может, какая-то ошибка была в документации. Опять мы оказались, собственно, у стены, потому что... Получается, что стук и в эти двери нам не принес никакого результата. Но вы не должны отчаиваться, потому что мы ведь продолжили поиски. Я вот смотрю на Татьяну, на Валентину, и я так радуюсь. Сейчас такое гигантское количество детей-сирот, гигантское. И я всегда думаю об одном. Какие они вырастут? Будут ли у них искалеченные судьбы? Будет ли у них искалеченная психика? Какие семьи они создают? Сидят две прекрасные женщины. Светлые, замечательные, создавшие свои семьи. Ведь в случае с Таней мог же быть второй путь развития. Она могла сказать, меня не любили, я не хочу семью. Есть же такие женщины. Не создают семью, не верят мужчинам. А она не стала, простите, Танечка, повторять судьбу своей мамы. Она сделала выводы для себя и стала другой мамой своим детям. Вы другую историю своей семьи дали. Вы большая молодец. Портер нашей программы – хомбиотензин. Хомбиотензин – давление всегда в норме. Татьяна, честно говоря, мы использовали все возможные варианты поиска и… Безрезультатно. Но у нас оставался один единственный шанс. И мы за него ухватились. Вик. Ну, мы решили пойти по тому же адресу, по которому ходила Татьяна. Мы туда поехали. И там женщина, которая нам открыла, она сразу поняла, по какому поводу мы приехали. Она вспомнила, что к ней приходила Татьяна. Которая отказалась. И она понимала, зачем мы приехали. Татьяна, вы хотите услышать, что сказала нам та женщина? Татьяна, вы хотите услышать, что она не призналась. И я и так просто раздавалась, что она делает друг друга. Та женщина, с которой вы тогда говорили, и которая сказала, что у нее никогда не было детей – это ваша мама. Татьяна, я не могу поверить, что она тогда отказалась. Как вы думаете, почему она тогда не призналась вам? Татьяна, я уже взлякалась. Самое главное, что я увидела ее глаза. Глаза были синяя. И такие, как родные, как говорят. Ну, я того и не сказала, что я дочка. И думаю, что я буду ее расстраивать. Ну, она сразу все поняла. Ну, она поняла. А вот прямо сейчас вы готовы были бы встретиться с ней? Ну, готова поговорить. Я чего, как. Нехай подивиться, что я не впала, что я детей вырастила, что непогана дочка в ней была. Чтобы подумать, что зря, что бросила меня. Мне очень жаль. Она не приехала. Она не решилась приехать сюда. И посмотреть вам в глаза. И ответить на единственный вопрос, который вас, наверное, больше всего интересует. Почему тогда, 50 лет назад, она вас оставила? Ну, факт тому, что она сказала, что это я. Что дочка, что вы нам не маты. Вик, почему она не приехала? Ну, ее официальная, скажем так, версия, то, что говорила она, у нее прикованный к постели муж. У нее очень больной муж, он перенес инфаркт. И она за ним присматривает, она не может физически покинуть его надолго. Мы ездили к ней несколько раз. Долго мы с ней пытались наладить контакт, потому что человек очень закрыт. Видно, что ей все это очень болит. Но когда вы говорили этой женщине об ее родной дочери, какой была ее реакция? Как только начинаешь ее хоть немного выводить на разговор, все, у нее ком в горло, она, голос дрожит. И видно сразу, что ей и стыдно, и больно, и хочется, и видно, что ей интересно. Она как бы не отталкивала нас совсем, но тоже вот так дверь приоткрыла, вот так общается. И действительно, очень тяжело об этом говорить. Человек жил с этим много лет. Но ведь мы же спросили, мы ведь спросили у этой женщины, да, почему, почему она вас тогда бросила? Вы готовы услышать ее ответ? Ну, готова. Ну, раз до этого я и шла, сколько. Внимание на экран. Ей было две недели, как я привезла домой, меня мать не смотрела, меня баба смотрела. И когда я ее привела, человек не захотел. У нас была ситуация такая, он ее не захотел. Она не захотела, а моя баба сказала, сдай ее, говорит, дедом, она не может. Ну, знаешь, как такие годы были. Я сдала, но сердце было, когда колодай. Мама сказала, что это ваша бабушка заставила отдать вас в детдом. Но она утверждает, что все это время жалела. Тяжело, конечно. Но все-таки раньше, да, начали. Что она и шла, и что она сожалела все-таки, что она думала. Она сказала, что ее сердце всегда было возле вас. Ну, если вы снилось, то значит, что было. Итак, мы нашли маму Татьяны, которую наша героиня не видела 50 лет. Оказалось, бросить собственную дочь ее заставила бабушка. Но где все это время был отец Татьяны и почему он молчал все это время? Как вы думаете, он приехал? Пощади, Алексей. Пощадите, да, расскажите, пожалуйста. Мы уже не можем. Здравствуйте. Мама, это Таня приехала, с вами знакомитесь. Открыйте, будь ласка. Маша, мне кажется, что, чтобы не нести вот этот груз про отказ, про то, что муж не захотел, вы получили то, что вы хотели сегодня? Вы получили ответы на свои вопросы, Таня? Нет, сейчас пока не все. Так вот, просто подумайте о том, что на самом же деле, Лешенька, на самом деле Таня нашла свою маму. Да, Таня нашла. То есть ваше сердце, ваше желание вас привело к ней. Вы ее нашли сами. Просто вы что-то, какой-то последний шаг не сделали. Где-то что-то вас, ну я не знаю, что-то остановило. Так судьба, наверное, была годна, чтобы вы потом подключились, говорит Украина, смелая и талантливая журналистка, чтобы это все все-таки вам дало ответ на вопрос. Но если вы не хотите, не отвечайте мне. Но вопрос, который мне сейчас не дает покоя, вы поедете к ней после этой программы? Знаете, наверное, не так просто сейчас Татьяне ответить на этот вопрос, потому что тот шок, который она испытала за последние минуты, это, ну не приведи Господь, конечно, каждому такое вот пережить. Давайте, знаете, послушаем еще кое-что, что мы услышали тогда, общаясь в той поездке. Внимание на экран. Мама сделала так, что ее достала. Это вам сказали, что знаешь, что стропы назад? Ваша мама думала, что вас нет в живых. И об этом ей сказала ваша бабушка. О, Господи. Она ходила в детдом, так как у меня написано в документе. Но она ходила в детдом, а потом вас перевели в интернат, а вашей маме сказали, что вы умерли. Че себе. Ну, то не надо ехать. Исправлять усы. Вик, что еще вы узнали о Таниной маме? Там ситуация была очень, как мы поняли, очень странная в самой семье. Вот Валентина Трофимовна, она была молодая очень на момент рождения ребенка. Но, тем не менее, она выносила, она родила этого ребенка, она принесла его домой. Ее бабушка, ее мама и мужчина, от которого она родила, они сказали, что нам этот ребенок не нужен. Все. Именно под давлением этих родственников своих. Вот, она отнесла ребенка в детдом. Но скажите, у этой женщины есть дети еще? Нет. Больше у нее детей не было, и у нее вообще сейчас никаких нет родных. Никого. Вот только больной муж, которого она досматривает. Как вы считаете, уважаемые эксперты, после того, что мы услышали, что нужно делать о Татьяне Александре? Ну, конечно же, в первую очередь, вам нужно поехать обязательно. Это вам даже нечего думать здесь. Даже нечего думать. И, конечно, вам нужно это всей семьей принять такое решение. Но я думаю, что дети согласны с нами, и вы должны в этом маме помочь, все вместе за руки взяться и ехать к бабушке, к маме. Это будет ваше исчезновение. И, как я сказала, вы начнете полноценное нормальное життя. Вот, и минуле выйдет от вас. Главное, мама жива. Да, она, возможно, такая закрыта, и все, она живет в веке. И, может, увидев всех, увидев всю семью, увидев своих внуков, мама сможет открыться. Да, и вы и маму спасете. Спасибо. Главное во всем будет то, что вы для себя бросаете святочки над «и». И вы могли показать своей маме приклад вашим життям, как она могла прожить, и что она втратила, когда, возможно, увидев своих внуков, правнуков. А на вас, друзья, только вам горжусь, потому что, действительно, вы в этой ситуации выжили, вы стояли, и показываете приклад іншим людям. Вы молодец. Вы знаете, действительно, интереснейшее, и не то, что интересно, а сердце. Захватывающее. Да, захватывающее сердце. Мне кажется, что, наверное, те люди, которые так поступили с вашей мамой, вот этот человек, который прикованный, это, наверное, не те люди. Наверное, вот она потеряла и ту семью, и вас, и раз у нее не было детей. Да, за все. Да, за все. То есть она вот это, может быть, и из-за этого отказалась. Ну, просто, почему она не согласилась сейчас, когда знает, что дочь здесь? Почему она сюда не приехала сейчас? Эта женщина как раз больше всех, можно понять, прожив с такой травмой и виной всю жизнь. Понятно, она не знает, что она скажет своей дочери. Ну как, что ты ей скажешь? Прости, меня тебя бросил? Ну как? Вот. Но это надо какую-то силу иметь другую. Поедете вы к ней или нет, это должно быть только ваше решение. Только ваше решение. Потому что вам опять придется в эту дверь постучать, и вам опять откроет та женщина, которая вам соврала. Вы должны очень хорошо подумать, готовы вы к этому или нет. Но ей, наверное, вы спасете жизнь. Уйдет она из этой жизни с легким сердцем. И не одинокой. И не одинокой, да. Итак, оказывается, наша главная героиня Татьяна встречалась со своей мамой, но та женщина не призналась в этом. Вам опять придется в эту дверь постучать. Сердце аж захватывает. Мама Татьяна отказалась ехать к нам в студию. У нее в горло голос дрожит. Ну как, что ты ей скажешь? Прости, меня тебя бросил? Ну как? Отдать ребенка в детдом, как она уверяет, ее много лет назад заставили. О, Господи. Они на нее надавили. Да, они на нее надавили. Но как вы думаете? Дети на этой земле грешные, но нужно грехи прощать. Готова ли Татьяна простить родного человека? И кто отец нашей главной героини? Почему он не пытался найти свою дочь? Мы сегодня много очень говорили о вашей маме, и пока вообще не говорили о вашем отце. У вас была какая-то информация о нем? Я в ЗАГС поехала, и по этой фамилии все нашли. Батька, нашли, что у него трое детей. И у батька есть двое братьев. А вы начали его искать дальше? Нет, мы не успели просто. Знаете, мы сделали то, что вы не успели сделать. Спасибо. Мы не только нашли, но мы и поехали к человеку, который записан в вашем свидетельстве о рождении как отец. Вы готовы его увидеть? Ну да. Внимание на экран. Село Переможное, 100 км від Кировограда. Олександра Стернечука тут знає кожен. Усе своє життя він пропрацював у місцевому колгоспі. Та навіть у свої 78 чоловік не сидить без діла. Робив і трактористом, і комбайнером, і бригадиром, і за фермою, і за своє життя проробив. 44 годи став. Працювати з раннього ранку і до пізньої ночі чоловік мусив. Його дружина хвора на цукровий діабет. Подружжя виростило трьох дітей. А головне, ще й збирається допомогти поставити на ноги аж 18 онуків. По силі возможностям онукам помогаю. Та якось ввечері у їхній маленький сповнений проблем світ втрутилася знімальна група програми «Говорить Україна». Почувши, хто його шукає, Олександр Васильович оторопів. Тетяна, як ви думаєте, він знав о вашому существованні? Наверно, знав раз, «Говорить, що...» «Остолбенею». А як же він не знав, як тоді він привело, коли дитину привело до дому? Значить, він був там. Я прошу вас, ще раз, прочити, хто записан в свидетельстві, як отец? Ой, я без очків. Валентіна, допомагайте. А вона не без очків. Чотирі глаза. Ну що ви, давайте в шість глаз. В шість глаз. Так, Стерничук, Олександр Васильович. Да. А как ви думаєте, він приїхав? Да, приїхав, ма. Уже приїхав? Да. Почідіть. Почідіть, да, розкажіть, пожалуйста. Поваріть, я не можу. Поваріть, Олексій. Встречайте, Олександра Васильовича. Ось. Осторожно, пожалуйста. Здравствуйте. Сыновиста. А ви не знали, що я є? Пойдемте туда. Садитесь, пожалуйста, Александр Васильевич. Прошу вас. Это Татьяна. Это ваша дочь. Должна была быть, но... Но... Она родилась в 64-м, а я в 61-м уехал. То есть, получается, что вы не отец Татьяны? Нет. Но в свидетельстве о рождении вы записаны как отец. Это за моей халатностью. Что значит это за вашей халатностью? Мы 6 месяцев прожили, нужно было бы развод сразу взять. А я развод взял аж в 80-м году. Своей женькой распасался. То есть, вы долгое время не жили с мамой Татьяны? Мы 6 месяцев всего пожили, и я уехал, мы разошлись. У меня в 62-м уже хлопец родился. Там с женькой. То есть, вы уже жили с совершенно другой женщиной? Да. Получается, что ваша бывшая жена, мама Татьяны, записала вас в это свидетельство о рождении? Ну, я... Просто так? Была расписана за мной, и она мою фамилию записала. То есть, расписана. Вообще за вам. А вы знали, что мама Татьяны была беременной? Да откуда я знал? Как бы она уехала в Кировоград, в Кировограде, а я в Усиловском районе, в колхозе. А-а-а. Рабил, жив там и все. Александр Васильевич, вы точно уверены в том, что после того, как вы уехали в 61-м, вы не встречались с мамой Татьяны? Не-не-не-не. Если бы она моя дочка, то я бы сразу аж бегом побег бы. Я же все... Ну, я к тебе, своя дитя, мало ли все. Ну, так я... Послушайте, но кому верить на самом деле? Документам или Александру Васильевичу? Конечно, точку в этом вопросе мог бы поставить тест ДНК. И мы готовы были делать этот тест ДНК. Но здесь мы кое-что узнали. Внимание на экран. Не-не-не, это утопия. Я жила с первым человеком, я была расписана. Я не развилась еще с человеком. О, у меня так случилось, и все. Не-не-не, это утопия. Это чужая людина, и вообще... То есть, мама Татьяна стопроцентно сама подтвердила, что Александр Васильевич не ваш отец. Вы расстроены? Поэтому я не жила. Но получается, что тайну того, кто на самом деле является отцом нашей главной героини, знает лишь одна женщина. Которая не захотела сегодня приехать сюда, в эту студию, чтобы открыть и эту тайну своей родной дочери, которую 50 лет назад оставила в детдоме. Но знаете, она согласна рассказать об этом. Согласна открыть и эту тайну. Но лишь при одном условии. Внимание на экран. Я хочу, чтобы ты приехала до меня, дочка. Я жду ее в гости. Ваша мама пообещала рассказать всю правду, открыть все секреты, но лишь вам наедине. И ждет вас в гости. Вы готовы прямо сейчас ехать? Сейчас. На нашей машине. Готова. Эту встречу Татьяна, наша главная героиня, ждала 50 лет. Какую тайну откроет ей родная мать? Благодаря искусству телемонтажа вы узнаете об этом прямо сейчас. Ой, не знаю, сильно волнуюсь, чи розкаже мені, чи не розкаже, як встреча буде. Так. Алло, здравствуйте. Мама, это Таня приехала с вами знакомиться. Открийте, пожалуйста. Заходьте в хаджу. Ну а вы рады, что у вас дочка началась? Да. Чего мы не бросили? Чего я никому не нужна была? Мы сказали, что нет. Она сказала, что я твой грех буду нести до закрытия. А это мне такой раз. И не сказала? Ничего. Она хочет не видеть, чтобы я не стала с этого места. Я говорю, я не поняла, что за река. Ну а батько кто? А он тут в городе живет? Нет. Он в тюрьме подох. Он за ворота попал и все. И что, больше детей никого не было? Не было. А он один котенький. Может, что-то будет у вас. У меня. Хотелось, конечно. Хочешь, я прощаю вам. Пробудете материнство, пожалуйста? Это не у меня материнство. Это у вас. Я уже свое материнство своим детям дала. Дзвоните, если вам будет тяжело. Будет мне что-то, я буду вам звонить. Будем приезжать. Хорошо. Ну, тогда, я думаю, если мы приедем, если я приеду, то вы мне уже больше расскажете. Хорошо. Ну, так, начи обняла, начи хотела, начи притулилася, начи своє. Почувствовала своє, начи трошки.